Доброго времени суток всем друзьям. Новости США Игоря Зинберга читает Юрий Рашкин. Среда, 3 июня 2020 года. Бывший министр обороны Джеймс Мэттис, подавший в отставку в конце 2018 года в знак протеста против решения Трампа о выводе американских войск из Сирии и в связи с глубокими разногласиями с президентом по вопросам политики, безопасности и тут же уволенный Трампом опубликовал сегодня следующее заявление. Привожу его полный перевод. Цитата. В единстве сила. Я наблюдал за событиями этой недели со злостью и потрясением. Слова, равные правосудия по закону, высечены на фронте Верховного суда США. Это именно то, чего протестующие справедливо требуют. Это полезные и объединяющие требования, которые все мы должны быть в состоянии удовлетворить. Мы не должны отвлекаться на небольшое количество тех, кто нарушает закон. Протесты определяются десятками тысяч людей совести, которые настаивают на том, чтобы мы соответствовали нашим ценностям. Нашим ценностям, присущим нам как людям и нашим ценностям, присущим нам как стране. Когда я поступил на службу в армии около 50 лет назад, я торжественно поклялся поддерживать и защищать Конституцию. Но я никогда не мог представить себе, что войскам, принимающим ту же клятву, будут при каких угодно обстоятельствах приказывать нарушать конституционные права своих сограждан, а тем более создавать возможность избранному главнокомандующему сделать странную фотографию вместе со стоящим рядом с ним военным руководством. Мы должны отвергнуть любые представления о наших городах как о пространстве сражений, на котором наши военные в форме призваны доминировать. Дома мы должны использовать наши вооруженные силы только во требовании губернаторов штатов. В очень редких случаях милитаризация нашего ответа, как мы это видели в Вашингтоне, в округе Колумбия, создает конфликт, ложный конфликт между военными и гражданским обществом. Это разрушает моральную основу, которая обеспечивает надежную связь между мужчинами и женщинами в форме и обществом, которое они поклялись защищать, и частью которого они сами являются. Поддержание общественного порядка лежит на гражданском, штатном и местном руководстве, которое лучше всех понимает свое население и отвечает перед ним. Джеймс Мэдисон писал, что Единая Америка с небольшим количеством войск или даже без единого солдата демонстрирует более сильную позицию по отношению к угрозам извне, чем разобщенная Америка сотни тысяч ветеранов готовы к бою. Нам не нужно милитаризировать наши ответы на протесты. Нам нужно объединиться вокруг общей цели. И это начинается с того, что мы должны гарантировать, что все мы равны перед законом. Про инструктажи, которые проводили военные ведомства с нашими войсками перед их высадкой в Нормандии, солдатам напоминали, что нацистский лозунг, направленный на то, чтобы уничтожить нас, был «разделяй и властвуй». Наш американский ответ – в единстве сила. Мы должны призвать это единство, чтобы преодолеть этот кризис, будучи уверенными в том, что мы лучше, чем наши политики. Дональд Трамп – первый при моей жизни президент, который не пытается объединить американский народ. Он даже не делает вид, что пытается. Вместо этого он пытается разделить нас. Мы являемся сейчас свидетелями последствий этих трех лет его преднамеренных усилий. Мы наблюдаем последствия трех лет без зрелого руководства, но мы можем объединиться без него, опираясь на сильные стороны нашего гражданского общества. Это будет непросто, как показали последние несколько дней, но мы в долгу перед нашими согражданами, прошлым поколением, которые заплатили кровью, чтобы защитить наше будущее и перед нашими детьми. Мы можем пережить это трудное время и стать сильнее с обновленным новым чувством целей и испытывая уважение друг к другу. Пандемия показала нам, что не только наши войска готовы принести самую высокую жертву ради безопасности общества. Американцы, работающие в больницах, продуктовых магазинах, почтовых отделениях и других местах, ставят сейчас под угрозу свою жизнь, чтобы служить своим согражданам и своей стране. Мы знаем, что мы лучше, чем та картина злоупотребления исполнительной властью, которую мы наблюдали на площади Лафаэт. Мы должны отказаться от тех, кто при исполнении служебных обязанностей будет издеваться над нашей Конституцией и привлечь их к ответственности. И в то же время мы должны помнить лучших ангелов Линкольна и прислушиваться к ним, пока мы работаем над тем, чтобы объединиться. «Только встав на новый путь, который, по правде говоря, означает возврат к первоначальному пути наших основополагающих идеалов, мы снова с нами страной, которой все восхищаются и которую уважают как дома, так и за его пределами». Джеймс Мэттис. Конец цитаты. Давая сегодня интервью своему бывшему пресс-секретарю Спайсеру, Трамп назвал генерала Мэттиса переоцененным. А республиканский сенатор Коттон из Арканзаса заявил, что полностью поддерживает использование войск для наведения порядка. Решение Трампа использовать в войсках в Вашингтоне подвергли вчера и сегодня резкой критике также два бывших председателя Объединенного комитета начальников штабов. О других новостях. Генеральный прокурор штата Миннесота Кейс Эллисон сегодня переквалифицировал обвинение бывшему офицеру полиции Дерека Шувину, задушившему в прошлый понедельник Джорджа Флойда. Чаувину было поначале предъявлено обвинение в убийстве третьей степени, непреднамеренное убийство по неосторожности или в результате насильственных действий без намерения причинить смерть. Прокурор Эллисон заявил, что изучение доказательств по делу показывает, что Чаувину должно быть предъявлено обвинение в убийстве второй степени, умышленное убийство, совершенное без специальной предварительной подготовки. Обвинение именно по этой, более тяжелой статье теперь предъявлено Чаувину. Троим бывшим полицейским, которые вместе с Чаувином задержали Флойда и как минимум двое из которых помогали Чаувину его душить, предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Все трое сегодня арестованы. Протесты по всей стране продолжаются. Они только усилились после совершенно брутальной зачистки Лафаэтт-парка в Вашингтоне в понедельник. Наводнение столицы военной полиции и войсками. Привлечение охраны федеральных тюрем из Техаса к охране периметра Лафаэтт-парка перед Белым домом. Вместе с тем полиция на местах при помощи гражданских активистов-участников демонстрации удалось не допустить вчера нового разгула вандалов на улицах американских городов. Акции протеста проходят мирно. В юридическом комитете Сената выступал вызванный туда его республиканским председателем Грэмом бывший замгенпрокурора Рон Розенстайн, учредивший 17 мая 2017 года должность специального прокурора по расследованию вмешательства России в выборах в США в 2016 году и других, возможно, связанных с этим преступлений, и назначивший специальным прокурором Роберта Мюллера. К чести республиканца Розенстайна и несмотря на совершенно неадекватное поведение республиканских членов комитета, начиная с его председателя Грэма, он был последователем и с принципиальных позиций отстаивал свое решение о назначении спецпрокурора. Розенстайн отверг также все претензии республиканских сенаторов о безосновательности обращений в суд, который подписывал Розенстайн для разрешения слежки за деятелями предвыборного штата Трампа. Республиканцы, выступая и задавая вопросы, стремились доказать, что никакого Рашигейда не было, что спецпрокурор был не нужен, ну и так далее. Республиканские сенаторы не гнушались отрицать совершенно общеизвестные факты. Цитата. «Вам известно, сколько раз Поподуполос встречался с Трампом?» Конец цитаты. Розенстайн ответил «Не знаю». На что Грэм сказал «Я могу сказать вам ноль». Сам Трамп еще в марте 2016 года отвитнул фотографию с совещания своего штаба, на которой вместе с Трампом присутствует 12 человек, четвертый по правую руку от будущего президента Поподуполос. Сам Трамп в интервью «Вашингтон-Пост» примерно в то же время называл Поподуполоса «отличным парнем, экспертом по нефти и энергии, своим советником» наряду с Картером Пейджем по внешней политике. Республиканцы пытались доказать Розенстайну, что ФБР начало контрразведывательное расследование в отношении связей штаба Трампа с Россией на основании досье Стила. И снова ложь. Расследование началось существенно раньше, чем о досье Стила стало известно. Республиканский сенатор Круз требовал от Розенстайна подтвердить, что лично Джо Байден раскрыл имя героя Флина, обсуждавшего с российским послом Кисляком отмену санкций в декабре 2016 года. Ну и так далее. Эффекта, который хотели получить республиканские сенаторы, они не получили. Телеканалы трансляцию с этого заседания комитета не вели, поскольку были заняты трансляцией того, что происходит по всей стране. Тем не менее, сенатор Грэм завтра издаст 53 повестки людям, занимавшим разные должности в администрации Обамы. Естественно. Ведь нужно же доказывать, что Рашигейта не было. И это Обама и Байден его придумали, чтобы насолить лучшему президенту всех времен и народов. Вот чем у нас занимается сенатское большинство. Не знаю, посматривают ли они хотя бы в окна Капитолия. Площадь перед ним теперь тоже охраняется. Но за цепью охраны и ограждений целый день идет демонстрация. 3 ноября выборы не только президента, но и в Сенат. И сенатору Грэму предстоит переизбираться, как и сенатору Макконнеллу, как и еще 20-ти республиканским сенаторам. В любом случае, спасибо тем, кто написал. Очень интересно смотреть, где слушают, читают и смотрят эти новости. Продолжайте в том же духе. Пишите в комментариях, в каком городе вы слушаете эти сводки новостей. И не забудьте подписаться на Рашкин Репорт на Ютубе и на Фейсбуке. Новости из США. Игорь Азенберг. За 3 июня 2020 года читал Юрий Рашкин.